МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня очередной выпуск программы «Час Икс» настал. И с вами мастер развития и совершенствования человека на новый уровень осознанности Светлана Владимировна Новая и я ведущая Ксения Коломника. И сегодня хотелось бы затронуть следующие темы. Светлана Владимировна, раньше развитие человеческого общества шло только за счет роста потребления. Это привело сейчас к глобальному экономическому кризису, экологическим проблемам, истощению ресурсов планеты, к войнам. Есть ли какой-либо выход из сложившегося положения? Какая идея должна быть заложена в будущий фундамент новой эпохи, чтобы выйти из накопившихся проблем? Здесь несколько вопросов в одном вопросе. Во-первых, раз. Вот, мне не подловите, я знаю. Но я сразу говорю, что, конечно, этот человек должен обязательно эволюционно переродиться для того, чтобы изменить мировоззрение, для того, чтобы изменить, прежде всего, внутренний мир, создать культуру внутреннего мира, изменить мировоззрение, сознание. То есть это радикально новый человек. Тогда он сможет не только потреблять, он не сможет потреблять, он будет создавать. Это совсем... А, кстати, в создании идет и потребление какая-то часть. Но этим одним словом этот человек будет все только создавать. Потому что здесь дуальный мир был, вот. А в дуальном мире, смотрите, потребление, да, потреблять и создавать. То есть уже, видите, дуальная пара. Дуальная пара. Вот. Поэтому разрушать, созидать, да, то есть развиваться, быть духовно неразвитым, пожалуйста. Мы сейчас не о развитии материальном говорим, мы говорим о высокодуховном развитии, который вырабатывает новую энергию, которая, эта энергия дает совершенно другую возможность перестройки человека в самом себе, прежде всего, в своих реальностях, в своем мире. Ну и, естественно, потом через себя помощь людям. Поэтому это радикальное изменение человека. Для этого ему нужно принять решение. Вот еще такой вопрос хотелось бы задать. Почему многие страны боятся Россию, в кавычках, Светлана Владимировна? И некоторые инстинктивно хотят захватить ее территорию, подчинить, не дать ей быть независимой, хотят сломить дух ее. Ну, Россия – это многострадальный внутренний мир человека. Я сейчас аналогию беру, как одного человека. Вот Россия – это один человек. Давайте возьмем такую вот интересную аналогию. А рядом много-много людей, то есть стран. Между прочим, вот в этой книге, я сейчас вам покажу, Россия находится в центре, внимательно смотрите, а здесь континенты главные, разбросанные. То есть они не вместе, да, как было раньше. Они разбросаны, континенты. Это говорит о том, что это переходные стадии идут уже. Поэтому, поскольку мы родились в этой стране, и нам, естественно, как любому гражданину, где он родился, да, то есть и жил, вот, естественно, за свою страну это всегда будет родение такое, да, то есть это внутреннее… Ну, любят люди Россию очень, которые живут на ее территории, которые ее чувствуют, которые осознают и чувствуют энергетику эту. Они любят эту. Не все, но вот те люди, которых я озвучила. Это в основном духовные люди, уже высокодуховные. Поэтому ситуация с Россией – это вполне естественная переходная стадия. Почему? Потому что мы взяли аналогию человека и России. Вот у человека то же самое. Он начинает просто по вертикали. И когда он доходит до определенного состояния света, да, световых своих частот, у него начинаются проблемы с окружающим миром. Почему? Его люди не понимают, его люди… Ну, в частности, семья, люди, которые с ним работают или с ней. И в данном случае получается, что если другие не понимают, но он же не может, человек, измениться в угоду им. Правильно? Нет, не может. И также Россия. Аналогия человека – Россия. Выскораз это человека – Россия. Вот. И также Россия. Она не может в угоду, понимаете, взять и всем странам быть угодной. Она чисто физически не может это сделать, поскольку на ее территории находится большое количество высокоразвивающихся людей, которые вырабатывают серьезную энергетику для нее, для страны. Понимаете? И естественно, естественно, работает вибрационное зеркало. То есть страны, то есть люди, проживающие в этих странах, почему ненавидят, а потому что им не нравятся свои отражения. В данном случае Россия является отражением для многих стран с их проблемами. А какому человеку нравятся его проблемы? Он не будет это принимать. И еще. Россия сейчас набирает обороты. Она не идет в точку невозврата. Она уже ее прошла давно. А другие страны инстинктивные идут в точку невозврата. Но где они должны с этой точки невозврата, знаете как, всплыть, но новыми? Понимаете, о чем разговор? Точка невозврата так работает. То есть сначала человек опускается и кажется, все, не выдержит, все, ничего, все, все не сможет выдержать. И вот здесь идет осознанное перерождение, вот здесь, в самом низу. И потом раз, и человек выходит новый. Понимаете, он принял решение. Здесь такая же аналогия. Потому что я не смогу по-другому без аналогии объяснить людям, как это происходит. Но истина здесь огромная. Поэтому нам сейчас нужно всем людям, высокодуховным людям, которые знают, как работает свет, знают, что такое энергопотенциал страны, знают, как защитить свою родину, знают не только оружием там или еще чем-то. Они защищают эту родину именно высокой энергетикой. Это достоверный факт. И именно на ее территории. Ну как мы можем объяснять там кому, в какой стране? Да любую возьмите. В Бразилии тоже, да. Как можно объяснить, что на ее территории, не на ее, а на территории России живут вот такие люди? Понимаете, о чем разговор? Я считаю, что когда все страны пройдут, те, которым не нравится эта страна по каким-то причинам, я могу вам сказать одну еще тайну. Если вам не нравится Россия, значит вы в тех воплощениях, в ней жили и страдали. Это достоверный факт. А если вам не нравится какая-то страна, то это точно так же, по такой же аналогии. Значит в этой стране жили и страдали. И поэтому вам она не нравится. Но это не значит, что не нравятся люди или еще что-то. На каком основании вам не должны нравиться российские или английские люди, или американские. Вы должны быть миротворцем, любить всех людей, принимать их такие, какие они есть. Вот тогда мир будет на земле. Но поскольку этого не происходит, и такие события грядут, они будут увеличиваться только. Если человечество не остановится. А остановить их может только развитие. Ничего не сработает. Ни призывы, ни баррикады, ничего. Развитие. Потому что смотрите, прежнее общество уходит. Все. Оно исчерпывало. Мировоззрение, сознание, жить в прошлом, там и это, и это, и это. Это видно, история. Все должно переродиться во что-то, во что оно. Не в Советский же Союз оно должно переродиться. Оно должно переродиться в новое мировоззрение для всего человечества. А это есть такой язык. Спросите, какой? Какой? Это не английский всемирный язык. Это язык любви. И не сексуальной любви, как многие извращенцы смотрят. А именно язык любви, который человек создал на нем, на этой энергии. Вот этот язык будет объединяющий среди всех стран. Но у нас же, как и у тех варваров раньше, пока не перестреляют друг друга, наверное, не успокоятся. Но страдают семьи, страдают дети, страдают все. Поэтому мы за мир. Мы миротворцы. Наша программа направлена только на мир внутри. И вот почему культура внутреннего мира – это основа для того, чтобы вот это вот все прекратить разъединение, а все-таки миром соединиться. Потому что нам нечего никому делиться. Вот сейчас в Турции, да, вот эти события, это прямо явно показали нам перед нашей программой. То есть мы-то эти события знали все, и спокойно их принимаем. Но те люди, которые в них попали, они же ничего не предприняли для того, чтобы не попасть в них. Человек должен быть развит, чтобы его миновали любые события, я имею в виду опасные для жизни человека. Земля, она не шутит, она предупреждает. Она просто будет скидывать паразитов. То есть человек – паразит, который только потребляет. Вот ты задала мне этот вопрос, я сейчас отвечаю. То есть он сам себя, человек, будет подводить к этому. Он не сможет жить на этой планете, как вчера, как прежде. Он все-таки или должен перестроиться, осознать, принять решение, перестроиться и все-таки отвечать сейчас за себя, за свое развитие, что он отпускает на эту Землю. А вот почему именно России досталась роль борца с мировым злом? Она же не только за свой суверенитет борется. Почему только Россия восстала? Ну, потому что, еще раз говорю, на ее территории находятся определенные люди, развитые люди. Вот, понимаете, энергетика страны сама по себе развитая. Ну, еще, конечно, дорабатывать, но вообще, по сути, да. Почему и писали в советское время «великая страна, великий народ». Это на самом деле люди себя так чувствовали. Понимаете? Нет? Ну, мы, конечно, не Советский Союз призываем. Мы изменения призываем. Каждого человека эволюционное изменение, оно должно произойти. Вот представьте, на какой-то стадии люди жили огромное количество лет, ну, пусть даже 2-3 тысячи лет, с таким злом, как сегодня. Оно всегда было. Вот, то есть, на карте, если посмотрите историю, зло всегда было, да. То есть, сжигали на кострах. Там еще... Вот сегодня столько духовных людей, их бы все сожгли, инквизиция бы всех сожгла бы на костре. Потому что они бы считали, что это ведьмы, там какие-то шарлатаны или еще что-то, сексты. Что только не придумывают. Вот. Но сегодня это, видите, сегодня свободные люди, и никто не жгет. Но сегодня несогласие, самое большое, скажем, переходное стадии, самое острое, это вибрационная несовместимость, несогласие друг с другом даже. То есть, полное разделение людей человека от человека. И, естественно, это энергетическая обесточенность. Если люди не будут друг с другом общаться, это будет энергетическая обесточенность. Это исчезновение человечества. Это угроза. А земля, она просто... Ей надо повернуться на бок, как я говорю, она это делает. Ну, как вы, спите во сне, да. Сон длится, вы раз, и повернусь на другой бочок. Она то же самое сделала. Ей нужна, у нее цель есть. И причем, почему, когда созидающие люди на ее земле, да, она их холит и лелеет, и дает огромные урожаи. Все-все-все-все. Ну, мы вот лично так вот практикуем. А когда прежде мы были, не могли, у нас энергии не было так созидать много, не огородик спахать, я говорю о колебаниях, которые вырабатывает человек. Вот. И когда сейчас эволюционный момент очень серьезный, и нам дали возможность глубокого изменения, естественно, люди находятся сейчас кто куда. Другого изменения нет. Естественно, земля наша делает свои дела. Мы должны ее перегнать по вибрациям, по колебаниям, и быть над ней. А мы, получается, под ней. Энергетически. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова